Горький и трагическая, и таинственная фигура в нашей не только литературе, но и в нашей истории 20 века, в нашей общественной жизни. И, конечно, масса чего мы не знаем, и даже есть предположение, что, может быть, чего-то не узнаем и никогда. Хотя бы, если начать с конца, хотя бы тайна смерти его сына и его самого. Мы очень мало знаем об этом. Ну, может быть, потому что не занимались люди этим пристально. Наверное, если пристально заняться, как в Британии уже там 500 или 1000 человек опросили, то, может быть, и до чего-то можно докопаться. Но пока мы, все это висит на волоске. Конечно, Горький был. Очень важно, что, как люди встретили революцию. Все совершенно по-разному. Но 95% людей интеллигентных в России были полностью за революцию. И поэтому знаменитый опус Горького обуревестника, вот, как он «Пусть сильнее грянет буря», это находило отклик. Буквально во всех это с удовольствием декламировали, везде это звучало. «Пусть сильнее грянет буря». Мысль бывает такая, как во время начала войны, какой-либо психиатры и психологи давно уже нашли термин, они его считают медицинским, патриотический угар. Когда в 2014 году, в августе, и у нас в России, и в других странах люди целовались, обнимались на улице, плакали от радости, что началась война. Ну, потом пошли первые гробы, уже все склынуло. Но это называется патриотический угар. И вот, видимо, был такой революционный угар. Никто не проверял, нужна ли революция. Сейчас появились замечательные работы, которые недвусмысленно показывают, что октябрь был не нужен России. Работа Михаила Давыдова, молодого сравнительного историка. Мы ему дали вот не так давно ежегодную премию Вонда Гайдара по истории. Он показывает, что Вита и Столыпин подготовили решительно все для того, чтобы дальше, один за другим, а не премьеры, чтобы дальше Россия пошла по пути реформ. Есть по-прежнему, некоторые историки уверяют, что была революция неизбежна. Это, на мой взгляд, большая ошибка. Но тут очень важно, что все были социалистами, можно сказать. Мало того, очень сильная составляющая была эстетическая. Такая эстетская или эстетическая, как хотите назовите. Вот загляните в статью, я всегда забываю, сомневаюсь в ее названии, но, по-моему, она называется «Небытие» из одного слова. Статья Блока, 13-14 года, где он описывает, что самое страшное, что сейчас есть, это скука, мещанская скука в мещанских квартирах, вот она прячется, как паучиха по углам, что это вот очень большое зло. Я когда читала, первый раз, помню, была, я с некоторым ужасом думала, сколько людей в лагерях впоследствии мечтали об этой скуке, под абажуром, когда сидят под абажуром мещане, вот их окутывает скука. Люди мечтали об этой скуке, которую навсегда у них отняли. Или, например, знаменитая картина Репина «Государственный совет». Вот у формалистов, у Таньянова, у Хитбаума употребляются часто бороды, бороды, как с отвращением. Эти все члены Государственного совета, все вот с такими бородами, сидят бородатые люди. И тогда ты начинаешь понимать, что молодежь тогдашняя устала от лицезрения этих бородачей. Вот эстетический момент, который на самом деле не имеет права в истории каким-то образом участвовать. И, конечно, намного легче, хотя, может быть, я вам покажу, что мы стали парадоксальными. Я давным-давно это поняла, намного легче было положение Булгакова, который был стопроцентно уверен, что от революции не может быть ничего хорошего. И поэтому он твердо стоял на ногах в советское время, не искажал ничего внутри своих произведений, ни на что не поддавался. Потому что совсем другое было положение тех, кто видели, что они в этом участвовали. И вот что получилось. Поэтому люди переживали трагедию. Что переживал на эту тему Горький, я сказать не могу. Я считаю, что это надо исследовать. Что он, вспоминая свои «Пусть сильнее грянет буря», когда он увидел, что получилось, что замечательно отражено в его несвоевременных мыслях. Вот действительно одна из загадок, там все ясно, что он испытал глубочайшее разочарование. Потому что, ну, грубо говоря, достаточно было знать, а многие это знали, письмо Ленина в марте 1918 года, когда он только начал заниматься этими изыманием так называемых излишков. Вот, крестьяне совершенно не разбежались их отдавать, поскольку христианин наш, которому потом доставался его хлеб, он хотел сам знать, что у него излишки, а что нет. Семьи были многодетные. Вот. И, но, что потребовал Ленин от одной из областей, от коммунистов одной из областей, где начались было некоторые задержки со сдачей излишков, невооруженное сопротивление, только задержки. И вот достаточно одного этого письма, чтобы, извините за выражение, снести все памятники, которые у нас установлены, их, так сказать, тысячи. Он пишет, непременно повесить публично не менее ста человек, задерживавших сдачу излишков. Незавооруженное сопротивление, не с оружием в руках, а только что задерживает. И повесить публично. Значит, речь идет о христианах. Это пишет человек, полностью лишенный воображения. Это несомненно. Просто патологически. Поскольку. Значит, в каждом селе висит человек на площади в петле. Причем он не говорит, повесить, а потом снять. Нет, пусть висят публично и пусть висит. Причем самое главное, вот это не более ста, замечательно. То есть это не меньше ста. То есть эти мысления круглыми цифрами, это такое мышление шахматиста, а не живого человека, имеющего дело с живыми людьми. Значит, мимо висящего мужика в петле ходят его ни в чем не повинные дети. Любой психиатр скажет, травма до конца дней. Дальше. Второй пункт. Это первый пункт. Повесить не менее ста. Второй пункт. Отобрать весь хлеб у семьи. Ну, задаем вопрос. Голова-то уже висит, виновник висит уже в петле. У кого отбирать хлеб? У его детей. За что же их обрекать на голодную смерть-то? И вот это, со всем этим столкнулся Горький, был потрясен. И что для меня остается полностью загадкой, как говорится, студентам нашим и аспирантам, предлагаю погрузиться в это, потому что тут-ка нужны и психологические знания. Многие говорят, как человек, написавший не свои временные мысли, смог потом с этой властью как-то объединиться и действовать заодно. Это вот я врать не буду. Для меня это в каком-то смысле непостижимо. Очень быстро Горький стал эталоном его повесть детства, что написано в 16-м году, но она очень быстро стала эталоном. Почему? Поясняю. Были, после декрета о печати, были такие неписанные правила. Нигде они не были записаны, но все их знали. Всего два оказали огромное воздействие на развитие литературы. Огромное. Значит, нельзя ругать октябрь, нельзя хвалить Россию до октября. И царское, и временное правительство этого времени. Хотя сам Ленин четко и ясно сказал, время с февраля 1917 года по октябрь 1917 было самым свободным временем в России. У него есть эти строки. Понимал, но не хотел продолжать. Вот. Значит, вот каким образом это все? Надо этим... Стоит над всем задуматься, потому что мы совершенно этого ничего не додумали еще. Вот. Далее. Следующее. Значит, вот что вы из этих двух вытекаете за холмом? Казалось бы, мы в детстве играли в игру многие. Барня прислала 100 рублей, что вы на них купите. Да и нет, не говорите, черного и белого не называйте. Казалось бы, да, можно. Оказалось, очень даже наносит огромный ущерб литературе. Потому что из литературы автоматически вымылась тема детства. А нет прозаика серьезного, который бы ее не коснулся. Это какой-то закон. Человек обязательно обращается к своему детству. Вот. Детство позволялось только такое, которое описано у Горького. Помню, как я мучилась в школе, пыталась избавиться от этой картины, как бабушка там трое суток ему вынимает занозы из спины. Вот такая садистическая картинка. Я пыталась все ее выкинуть, и с головы не получалось. И вот эти вещи. Значит, он стал эталоном. Вот как надо писать о детстве. Почему исчезла тема детства? Я не стала объяснять, но, наверное, нужно в двух словах сказать. По-моему, все и так поняли. Люди, писавшие в 17-18 году, не новые поколения, а вот те, кто уже были писательными, но они все были из приличных семей. Купечество, доварянство, интеллигенция, разночинство. Это все были приличные семьи, где розгомы не секли, где было хорошее детство. Вот его изображать стало нельзя, как хорошее. Это все проверено у меня. Всего два просочились. Здесь, помимо Горького 16-го года, просочились всего два произведения о детстве хорошим. Вы их знаете. Детство Никиты, оно было на особым положении. Он его написал за границей, и оно ему послужило, Алексею Толстову, таким въездным документом. Потому что как? Он так любил свою страну, что хотел в нее вернуться. Все хорошо. И второе детство Люверс. В основном, в 1924 год. Высказываю свое предположение, я в нем уверена. Оно прошло в печать только потому, по названию. А если бы это было детство Аболенской или детство Трубецкой, об этом не могло быть и речи. Потому что за ними стоял класс эксплуататоров автоматически. Все княжеские фамилии были наперечет всем известны. Княжеские фамилии каждый знал, кто к князьям относится. Поэтому всего две. И вот как противовес, соответственно, Горький. Теперь, ну, его, практически его Ленин изгоняет из-за страны. Из своей страны. С этим нельзя спорить. Он ему дал ясно понять, что у меня ничего здесь делать. То есть слова, которые он пишет об интеллигенции, помимо всем известных, эту загнивающую интеллигенцию. Как вам, это срам защищать ее. Значит, он высылает Горького вслед за ним, как известный философский пароход. Вот. Как написал Городницкий прекрасно про философский пароход. Это додуматься надо. Я считаю, что Платонов целиком, котлован, вышел отсюда. Как-то никакого там сюрреализма нет. Там самый настоящий реализм. Он пытался передать мышление людей, которые были уверены, крестьяне, что как только сплавят на плоту, то на другой день начнется социализм. Они, наши крестьяне, которые утопия владела несколько столетий, крестьянским сознанием, так что до этого задолго. Поэтому, ну вот, их, и Городницкий замечательно написал, «Скоро здесь, кроме мелкой сволочи, не останется ни души. Помаши им вдогонку, Вовочка. Обязательно помаши». Там же его друзья уезжали, с которыми он на «ты» был, с которыми он много лет был знаком, всех отправил. Нет, сама идея, конечно, потрясающая. Как ее Горький мог пережить, до меня тоже не доходит, потому что идея из фантастического романа. А вот тех, кто думает иначе, чем я, я посажу на пароход и отправлю из России. Додуматься надо было до этого. Ну вот, дальше. Вот он попадает туда, там, в совершенно особую ситуацию в Италии. У него там полно, конечно, друзей, все. Невозможно не сказать о некоторых физиологических особенностях Горького, которые определили его отношения с женщинами, и вот то, что такой калейдоскоп был в его доме. Это нам с Александром Павловичем Чудаковым открыл, как говорится, очень близко знавший Горького Виктора Борисовича Шекловской. А он считал, передавал таким вещам значение. Есть крестьянское слово для обозначения того вроде болезни, не болезни, но близкой патологии мужской. Я ее называть не буду, кто соображает, тот самый, может вспомнить или посмотрит. Это связано как бы с лесом, с деревьями. Вот. Он не мог, Горький, это нам Шекловский стопроцентно заявил, у него не получалось получить удовлетворение от сексуального общения с женщинами. Женщины были очень довольны, все в порядке, длительно все и хорошо, а у него финала никакого не было, ничем не кончалось. И он, это важно, он без конца искал ту женщину, с которой, наконец, все будет хорошо. Вот в чем, откуда этот калейдоскоп, не просто такой развратный, нет, даже, может быть, и вовсе не развратный, хотел добиться толку. Не получилось ни с кем. И, конечно, остается по-прежнему тайной, чьи это дети, Дарья и Марфа, дочери Максима или его, но там сменялся, женщин было очень много, именно по этой, в общем, патологической причине. Его, как бы, в известном смысле можно понять, Горького. Вот, ну, и вот, ну и, конечно, получилось так, что почему-то у наших писателей в 20-е и начале 30-х годов очень было распространено полное переплетение с ЧК, с ГПУ. Даже, они, как говорится, ухаживали за одной и той же женщиной, Тимошей, и Его, да, и Горький. И все это вот, ну, не говоря о том, Алексей Толстой в нее был влюблен и прочее. Вот эта сращенность наших писателей, а Горького одного из первых, с ГПУ, она тоже очень такая важная часть нашей жизни. И, конечно, вся история, когда он посещает ГУЛАГ, когда его возят по Сен-Угерям, сохранились, опять же, Виктор Борисович рассказывал точные реплики его, когда ему говорят, не верьте, нас здесь убивают, Алексей Максимович, не верьте тому, что вам рассказывают, он поворачивается к чекистам и говорит, ну, если это сумасшедший, тогда уберите его. И Шковский рассказывал, как факт. Поэтому тут, конечно, что называется, начать не кончить, что тут было, как у него исчезали эти иллюзии революционные, во что они притворялись, Горький неописанная фигура. Вот в таком психолого-биографическом плане о литературе достаточно написано, о том, что очень все-таки важно, именно у него, как ни у кого, он поехал, в 2002 году приехал, он же несколько раз приезжал, все нормально, приедет, уедет, на зиму уезжает в Италию, тут выясняется вдруг, что его не пускают. И, конечно, дальше начались огромные, я думаю, там такие были трагические у него настроения, которые даже трудно передать. И он стремился, я думаю, всеми силами вырваться каким-то образом, но не дано уже было. И последнее, сколько там, три минуты или сколько? Три минуты. Никто не скажет? Три минуты. Сколько осталось мне? Три минуты. Три минуты. Три минуты, замечательно, все, хорошо, все. И как начала с биографического факта, то и кончу с биографическим. Как меня, Горький, как говорится, история с Горькой научила кое-чему на всю жизнь. Значит, я была, не сосчитываясь по ходьбу, в первую очередь, в школе, и была у нас, наша была женская школа, рядом мужская, последний год был раздельный. Мы кончили и уже соединили. И всем было, было два выпускных вечера, у девочки и у мальчика, всем было известно, что я один претендент на золотую медаль из двух школ. И ни у кого не было никаких сомнений. Значит, сижу я на сочинении, две темы. Вот, бывают такие поучительные истории в жизни. Я очень благодарна, что со мной эта история случилась, она меня многому нашла. Две темы. Романтизм Гоголя и мать, как произведение социалистического реализма. Меня от этого, от этой, от этой матери, как произведение социалистического реализма, только что не тошнило. Но я считала, что я все знаю, пункты 7 или 8 их было. Я долго думала и решила бить беспроигрышно. Мне очень хотелось писать о Гоголе, я очень любила. И очень скучно было писать про мать. Но для того, чтобы уже наверняка, я написала с большим отвращением на эту тему. Уж вы поверьте, что вам правда говоришь, с отвращением. Мне скучно очень было об этом писать. Проходит время, значит, в школе мне поставили пятерку, в РАНО поставили пятерку. Наконец меня вызывает директор. Говорит, Мария, это, они ко мне в школе очень хорошо относились, только не расстраивайся. Но в ГАРАНО тебе снизили пятерку на четверку. Ты не отразила какой-то из пунктов восьми романа, как произведение социалистического реализма. Я ведь не знаю какой, но знаю, мне сказали по секрету, что один не отразили. Поэтому у тебя четверка, у тебя серебряная медаль, ты не расстраивайся. На мою судьбу эту такую, внешнюю никакого влияния не оказала, потому что на филфак, куда я поступала, сочинение, то есть это собеседование было и для золотых медалей, и для серебряных. Вот, поэтому я прошла эти собеседования, поступила и все такое. Но на меня это произвело огромное, я бы сказала, воспитательное влияние. Так что я горькому и социализму очень даже благодарна. И когда я через восемь лет стала писать диссертацию на дисциплину советской литературы, тогда называлась, хотя это неправильное название, но это не научное понятие, но другой вопрос, то я решила, а тогда не было ограничения по объему, так что у меня было около 400 страниц, я решила, что я ни за что не употреблю слово социализм, раз я не могу сказать то, что я о нем сегодня думаю. И всех своих друзей сказал, никто не приходите, 5% за то, что я защищусь. Это такой был эксперимент на себе. Как миленькая защитилась, неизвестно почему оппоненты промолчали, до сих пор не знаю, вполне советские люди. И я так скажу, то ли гордо, то ли с насмешкой над собой. Я думаю, это была единственная в Советском Союзе диссертация по советской литературе, в которой не было слова «социализм». Все, на этом кончу. Дорогие друзья, может быть, вопросы? Вопросы есть какие? Есть вопросы, Кирилл Тимаревна? Вся биография Горького, один сплошной вопрос. Я его нисколько на него не ответила.